Эти корпуса пустуют уже седьмой год. Бывшие казармы Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища обветшали плац за рост травой. Единственное жилое место вот это общежитие, здесь все еще остаются пять семей. Несмотря на то, что в здании не просто жить, находиться рядом небезопасно. Теперь ситуация изменится. В Министерстве обороны России наконец подписаны документы о передаче имущества ИВИУ в собственность Иркутской области. На баланс региона перешли 82 объекта. Это учебные корпуса, казармы и жилые здания. Что делать дальше обсуждают на выездном совещании Думы города. Глава при Ангаре заявляет, в первую очередь нужно решить проблемы людей. Мы весь и хороший, и нехороший фонд должны принять всех жителей, каждого поквартирно, что очень важно. И с Минобороны мы это обсуждали поквартирно, принять пообъектно то, что имущественный комплекс там утрачен. Поэтому мы должны уже в новом проекте подчеркнуть, что это должен быть новый проект. Не просто мы на старом объекте что-то сделаем, а детское училище или суворовское. Во взглядах на то, каким будет новый проект, власти регионы и города, единые военным традициям этого места решено было не изменять. Здесь появится современный образовательно-патриотический комплекс. Он будет состоять из кадетского корпуса на 400 обучающихся, филиала одного из учреждений профессионального образования по подготовке специалистов для российской армии и гражданской авиации. А также мы планируем здесь создать центр дополнительного образования детей и юношества, в котором мы смогли бы сконцентрировать, наконец-то, работу всех наших поисковых отрядов, волонтеров, всех наших патриотических отрядов, классов МЧС, МВД. Деньги на проведение работ планируется выделить не только из областного бюджета. Финансировать проект будет Ростех. На сегодняшнем заседании решено. Депутаты городской думы тоже изыщут в бюджете средства на реализацию проекта. Мы сегодня с вами присутствуем при очень знаковом событии на самом деле. Очень долго и очень самозабвенно мы разбрасывали камни прошедшие годы. И сегодня вот пример собирания камней, как это невысокопарно звучит, это очень серьезный, трогательный момент в какой-то степени. Готовить проект к реализации будет специально созданная рабочая группа. В нее войдут представители областного правительства, городской администрации и общественности. Первое совещание назначено уже на конец апреля. Сами здания, многие из которых являются памятниками архитектуры, предлагают составить в прежнем виде. Однако начинить современным оборудованием и всем, что нужно для введения образовательного процесса. Предполагается, что комплекс здесь появится уже к 2016 году. И если он продемонстрирует свою эффективную работу, то здесь на его базе может появиться первое в Сибирском федеральном округе президентское суворовское училище. Галина Тюрнева, Николай Крупченко. Новости сейчас.